В предыдущем выпуске шоу «Новая жизнь». Толстячок! Такой класс! Не говорю, что будешь меня бить. Раз! Два! Это было два! Ну вот запомнил результат, Сахар. В первый день нашей встречи. 126 повторений. Первый выпуск. Ну я долго сам не решался посмотреть. Я боялся долго комментарии открывать. Я думаю, наверное, каждый уважающий себя пользователь Ютуба решил зайти и написать обо мне какую-нибудь гадость. А этого не было. Ну то есть реально и люди поддерживали в комментариях. И говорили, да вообще он вроде не жирный. Я такой, да ладно, парни, спасибо. Всем привет! Вы смотрите шоу «Новая жизнь», главным героем которой является толстячок Саша Селиванов. Перед Сашей стоит задача избавиться от лишнего веса, пользуясь нашим сайтом yugice.ru и моей программой видеотренировок. В этом выпуске мы разберем Сашины основные ошибки в питании, посмотрим, как ему даются первые тренировки, а также подогреем его мотивацию и дадим ему напарника второго толстяка. Смотрите до самого конца. Поехали! Позвони мне, приезжай и покорни меня. У меня проблема, понимаешь, что меня и так все любят, у меня и так все хорошо. У меня всегда были классные телочки, ну типа потому что они, наверное, не смотрят на то, что я толстый. Я же не вижу себя со стороны, я такой, я себя ощущаю, о, красавчиком таким. В сознательной жизни всегда у меня был лишний вес, и раньше меня это тормозило, а потом я научился с этим справляться. На мой характер это сильно повлияло. Мне приходится быть веселым, привлекать все внимание, чтобы люди не думали о том, как я выгляжу. Может быть, кто-то меня всерьез не воспринимает из-за этого. Итак, вот что мы имеем. Вот Сашина форма до начала проекта «Новая жизнь». Ну понятно, что к этой форме его привело совершенно не отсутствие тренировок, а, конечно же, неправильное питание. И сейчас мы опишем, как оно выглядело. До начала программы «Новая жизнь» мы попросили Сашу записывать на видео каждый его прием пищи в течение нескольких дней. И, глядя на все это, можно сказать только одно, что Саша ведет беспорядочные пищевые связи, в основном орального характера. Именно поэтому-то он и подхватил эту жировую заразу. Ну реально, когда Саня присылал эти видосы в чат на телефон, я ему даже один раз написал, что он говноежка. А он смайлик в ответ. Сложности, прежде всего, связаны с питанием. Если у меня все хорошо, то я позволю себе вкусно поесть. Если у меня все херово, блин, надо заесть горе. Вкусно это вредно. Мне не нравятся дорогие рестораны. То есть Макдональдс, Кока-Колока, это вот самое вкусное, что для него... Для меня это вкусно, да. Да это же какой-то вообще кошмар. Для всех тех, кто любит Мак так же сильно, как и Саша, мы провели наглядный эксперимент. И сделали видео, посмотрите его, и тогда, может быть, вы поймете, почему Мак вреден и его есть не стоит. С этого момента для Саши началась новая жизнь. Но началась она для него в первую очередь с правильного питания. На нашем сайте yougifted.ru в своем личном кабинете в разделе питания он получил индивидуально рассчитанный под себя рацион питания. Исходя из своих параметров тела и целей. Теперь Саша знает, что нужно есть в каждый конкретный прием пищи и сколько вешать в граммах. Вот, ребят, новая жизнь, взял свой контейнер и буду есть. А гречка-то где? Значит так мало. По той программе надо 80 грамм кушать гречи. Поехал в Ашан за куриной грудкой, вот заехал перед этим похавать, чтобы не накупить беспредела. Закупился, пацаны, по рецептам. Вот мой первый завтрак. Гречка несоленая, курица несоледая, не дворедая. Второй прием, похожие блюда. Державю какое-то, парни. Мне теперь всю жизнь, что ли, одно и то же все хавать. Четвертый день кушаю курицу с гречей. В принципе, немножко втягиваюсь, потому что первый день вообще было очень тяжело. Но я один живу, мне как бы лень готовить. Я пять минут вот так люблю салат, закидываю все варить, короче. Ну и на целый день хватает. Можно было бы поаккуратнее немного делать, но я же мужик, я живу один. Сейчас, ну, я купил весы, взвешиваю порцию. И понимаю, что если кушать вот эту еду, это много. То есть мне прямо бывает тяжело доесть то, что я себе положил. Тот же Макдональдс, там, ну, эти бургеры, они же просто жуются, ты их прогладываешь. Фитнес-питание, это аскетично, это топливо, а не удовольствие. Это невкусно, это неразнообразно. Саша, это большое заблуждение. На самом деле все с точностью до наоборот. И мы развеем этот миф уже на следующей неделе появлением рецептов. В нашем разделе питания, я надеюсь, ты начнешь учиться готовить правильную еду вкусно. Ну а с 1 октября моя программа видео тренировок, которая так и называется «Новая жизнь», стала доступна к выполнению для всех. И Саша начал тренироваться. Вчера я сделал первую тренировку, открывая сайта Миша. Вначале он рассказывает объем, который мы будем делать. И я такой, думаю, да это же детский сад. Пять раз саджаться, три раза присесть, в перерывах помахать руками. Но по факту у меня вот, наверное, видео снято, я весь мокрый был в конце. Вот это радость, нажать на ручку, готово. Не знаю почему, так я тоже. Ух, фуа. Класс. Мне кайф заниматься спортом. Я получаю удовольствие, но я думаю, что от вкусной жрачки полежать дома я больше получаю удовольствие. Ну это-то мы уже поняли, глядя на тебя, Саша. Ну давай мы все-таки спросим, какая у тебя, может быть, есть большая серьезная цель, которая тебя мотивирует. Я бы хотел привести свою жизнь в идеале, потому чтобы у меня были, ну вот эти занятия спортом не эпизодические, чтобы они у меня были постоянно, чтобы мне было легко. Я подумал, что это будет красиво, иметь рост 186 и вес 86. Спасибо, Саша. Ты задекларировал свою цель на всю эту большую аудиторию зрителей. И я надеюсь, что этот факт будет тебя дополнительно мотивировать добиться этой цели, дойти до конца. Ну, а мы со своей стороны дадим тебе еще дополнительную мотивацию. Мы дадим тебе напарника. Напомню, что в прошлом видео мы объявляли кастинг, и вот как проходил отбор. Пашка, молодец. Дододушное лицо у него очень. Наш парень тоже толстый, мне все толстые нравятся. Так, Рустам, следующий. Твою мать, сука, давай, блядь. Мне кажется, он на меня похож. Ну, а руки поможут, как я. Читер. Читер. Давайте читим. Этого сразу отмытаем. Так, хорошо. Артур. Привет, меня зовут Артур, я хочу поучаствовать в проекте Мехи Победова. Да он просто личико колтел. Просто на этом все. Серьезно? Его женщина сказала, серьезно? Слушай, так я ухожу от тебя. Я не сделаю ни разу. У меня больного ключо. Я многодетный отец. Я профессиональный толстяк. Увидел своего хорошего товарища и призыв составить ему пару. На самом деле, ты грузи не уходишь. Замутим челлендж. Хотелось после второго раза уже отпустить. Короче, хотелось бы все это поменять. Ну, возьмите меня. Пожалуйста. Мне кажется, невозможно похудеть. 140 килограмм. Скажи ему это. Димон, ну что, как так-то? Смотри, какой веселый. Держит креветочку. И истекает слюнями. Здесь он в центре. Внимание, смотри. Он король каждого мероприятия. Сидим мы, значит, отбираем. И тут телефонный звонок. Оказывается, это Дмитрий и звонит. Да, Димон, привет. Так че, я прошел? Ну, ты худеть готов? Да, конечно. А по питанию ты сможешь не жрать всю эту херню? Нет. Я не знаю, что-то придумать. В общем, это нереально. Когда ходишь на какой-то курс, как бы, и я мимо к UFC, и все. Ну, если ты вписываешься, ты покупаешь программу, в пятницу выходит видео, и три месяца тебе нужно отложить, как бы, отложить всю херню и заниматься по программе, и кушать пять раз в день стабильно. Мы будем с тобой в чате обмениваться каждым приемом пищи. Единственное, что мне не нравится, что с тобой разговариваешь, как с этим наш наркоманом. Брат, ну ты наркоман, ты видишь, 140 килограмм, брат. Ну, я тоже наркоман, но елю 610. Поэтому, видишь, просто я тебе объясню, я просто сам в себе не уверен. Я каждый день выполняю эту херню, я каждый день ем, и каждый день это тяжело. И каждый день меня трясет, я сижу, я хочу пойти и сожрать что-нибудь. Можно правду и сказать, что мы, ну, приняли решение выбрать Дмитрия весом 140 килограмм. Ну, потому что яркий человек, яркая фигура, большой вес, и это было бы круто, если бы он существенно изменился и похудел. Это хорошая история успеха, которая мотивировала бы большое количество людей. Но он не смог выполнить даже первую тренировку. Физически он не смог, она далась ему очень тяжело. Мы же заявляли параметры тела сопоставимые с Сашинами. Комплекция должна быть примерно как у Саши. Он весит 110 килограмм, и мы выбрали ему напарника, им стал Павел Базанов. Павел ликует, Павел Базанов из Краснодара радуется, что он прошел отбор, и он будет участвовать в шоу «Новая жизнь». Ну, а что делать Дмитрию? Дмитрию не нужно отчаиваться, потому что он может совершенно запросто выполнять другие программы тренировок с нашего сайта, например, 8-минутные зарядки перед завтраком. А в следующем выпуске новые рецепты, новое питание, новые уровни сложности тренировок по моей программе «Новая жизнь» и Саша Селиванов должен уже, должен продемонстрировать первые результаты, то есть первые килограммы должны уже исчезнуть без следа. Увидимся ровно через неделю в следующую пятницу. Счастливо, пока!